Прежде всего, позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы позвали меня в Россию. Я думаю, это благодаря вам. Я впервые смог сюда приехать. Также спасибо тем, кто позволил мне говорить по-английски. Так довольно будет быстрее. Я знаю лишь три слова по-русски, поэтому вряд ли мы могли бы пообщаться. Я действительно изучаю цифровые стратегии. Это то, что я делаю в Массачусетском институте. Почему, собственно, я тогда заявился с лекцией «Вам не нужна цифровая стратегия?» Вы можете меня спросить. Дело в том, что чем больше я изучаю цифровые стратегии, тем больше я понимаю, что концентрация на цифровых стратегиях – это неверное дело. И я сейчас хотела бы объяснить, что я, собственно, имею в виду. Прошло уже семь лет исследований в этой области. Я изучила огромное количество крупных компаний, и я каким-то образом постараюсь весь мой опыт и знания уместить в 20 минут. Послушайте, ну, всем нам известно, как быстро происходят цифровые инновации, как они появляются. Вы знаете закон Мура? Кто-нибудь, да? Все знают, да? Этот закон, о нём говорят все люди, работающие в области технологии. Технология качественно улучшается в два раза каждые полтора года. Это экспоненциальный рост. Каждые полтора года, да? Получается, через пять раз технологии будут работать в пять раз быстрее. Через десять лет в сто раз лучше и быстрее. И если мы сейчас выйдем в интернет со своего телефона, да, мы можем всё это узнать. Давайте поговорим... А, всё работает хорошо. Мы уже успели напугаться. В мае 2017 года, буквально год назад, был разработан алгоритм, который обобщает всё, что было написано в каком-то тексте. Он может читать, в общем, на уровне среднего ученика средней школы. И тут занервничали юристы. Потому что юристы, в общем, занимаются чтением, вычленяют смысл из прочитанного. Вы представляете, если бы компьютеры вдруг заменили всех этих юристов, куда бы мы всех их подевали? Такое происходит повсеместно. А в медицинской отрасли компьютеры теперь могут анализировать рентген, симки МРТ и делать выводы очень хорошо. Но всё равно нам требуется доктор для постановки диагноза. Я видел анализ, тест, при котором нам не понадобился бы доктор. Компьютер уже в состоянии диагностировать пациента без участия доктора, живого человека. Теперь, благодаря искусственному интеллекту, мы можем считывать с подкорки, грубо говоря, вашего мозга то, что вы видите. У меня как-то кликер работает через раз. Куда мне его направлять? Подскажите. Вот так. Хорошо. Мы можем заставлять вас говорить вещи, о которых вы до этого даже не задумывались. Мы можем использовать видеообразы, которые мы вам показываем, будут заставлять вас говорить то, что вы даже не думали, что вы можете сказать ещё хуже. Представьте, что для вашего обучения используются неправильные данные. Какие-то плохие данные мы получим психопата. Мы можем обучить реально страшного робота, которого в итоге придётся каким-то образом усыпить. Ну, это страшная сторона. Давайте поговорим о хорошей стороне вопроса. И, кстати, всё это появилось за прошлый год. Сейчас осталось нам только научиться пользоваться кликером. Мне нужна батарейка. Пожалуйста, поменяйте батарейку. Послушайте, с другой стороны, мы можем научить роботов работать должным образом в магазинах, например, в научных отраслях. Сейчас учёные... Вот задайте вопрос, да? В чём технологии ещё недостаточно хороши? По-прежнему роботы очень плохо пишут стихи. Примерно так же, как плохо, как работает этот кликер. Если вы поэт, то, в общем, вы какое-то время ещё будете на безопасной стороне. Всё происходит очень быстро. Почему я об этом говорю? Не потому что я хочу рассказать вам об искусственном интеллекте, а потому что я бы хотела, чтобы увидела, что всё это произошло за один год. Вы поняли, как быстро всё развивается. Так что если мы будем развиваться с этой отраслью, будете пытаться успевать за технологии и адаптироваться к этой технологии, вы проиграете. Невозможно успевать за технологии, которая развивается так быстро. Мы говорили о законе Мура, да? Технологии ускоряются каждые полтора года. Позвольте вам рассказать о законе Джорджа, о моём законе. Мой закон следующий. Технологии меняются на самом деле быстро, однако организации изменяются куда более медленно. Одно дело – это пытаться угнаться за технологиями. Если вы пытаетесь это сделать, то вы в своём бизнесе должны максимально хорошо понимать, как работают технологии. Технологии никогда не добавляют ценности вашему бизнесу. Если вы делаете технологический какой-то бизнес – да. Однако, если какой-то другой у вас бизнес – банк, страховая компания, технологии не добавят ценности вашему бизнесу. Ценности берутся непосредственно из вашей бизнес-отрасли. Технологии могут вам помочь, однако если вы уделите всё своё внимание технологии, вы не победите. И годы исследований в области цифровой трансформации доказывают, что цифровизация не проблема. Проблема в трансформации. Цифровая часть, с ней всё хорошо, проблема у нас в трансформации. Ну вот, представляете, кто-то говорит там, да, сотруднику, вы отвечаете за цифровое развитие моей компании. И вы говорите, ну, занимайтесь цифровой историей всё. Вы обрекаете человека на провал. Человек, ответственный за цифровую сторону вашего развития, должен трансформировать всю компанию. А ведь без вас он не справится. Действительно ли это технологическая проблема? Нет, это проблема организационного характера. Это проблема лидерства, управления, возможностей в организационном плане. И это необходимо понимать. Вам не нужна цифровая стратегия. Это я имею в виду, вам нужна стратегия, которая позволит вам лучше оцифровать ваш бизнес, скажем так. Сейчас более тысячи крупных компаний демонстрируют колоссальные успехи в цифровой сфере. И мы видим, что очень много бизнесов действительно инвестируют в цифровой мир. Они покупают мобильные платформы, социальные сети. Сейчас они покупают искусственный интеллект, вкладываются в блокчейн и так далее. Однако на вот это колоссальное число компаний, которые инвестируют в цифровой мир, очень немногие делают это качественно. Мы называем их цифровыми мастерами. Они кое-чем отличаются от остального мира. Они не просто инвестируют в цифру, они делают это умно. Они инвестируют в их способность трансформироваться, в собственную способность трансформировать их бизнес. Я являюсь профессором, да, и я, конечно, да, должен был показать вам какой-то график с двумя вот этими осями. Обычно профессоры делают именно это. Смотрите, если мы хотим все оказаться в правом верхнем углу, если мы в левом нижнем углу, я не хочу ничего об этом знать. Очень много людей, которые оказываются вот здесь. Те, кто здесь, это банки, например, которые попытались адаптироваться ко всем технологиям в мире два, три, четыре раза. Однако никаких успехов добиться они не смогли. Они тратят довольно много времени, однако не добиваются успеха. Мы называем их фашинисты. Люди, которые попытаются успеть за модой снаружи. Они очень все из себя популярны, да, однако внутри у них едва ли они понимают, что они делают. Другая здесь сторона — это консерваторы. Люди, которые говорят, вы знаете, я вот в кризис доткома, да, в тысячные потерял столько денег, что я не рискну больше вкладываться в это все. Послушайте, ну, дотком — это все было 15 лет назад. Да, вспомним закон Мура, сколько у нас раз произошло ускорение технологий. Пожалуйста, будьте здесь осторожны. Да, это те люди, которые тогда сильно обожглись и больше не хотят инвестировать. Вот эти два направления, они связаны с двумя видами деятельности в компаниях. Если мы посмотрим, вот сюда, да, мы здесь компании, которые торгуются на бирже, это люди, это те компании, которые хорошо демонстрируют показатели в одном или во втором, в одном из двух этих направлений, да, в одной четверти. Например, банки с банками тягаются, страховые компании со страховыми компаниями, ритейлеры с ритейлерами, грубо говоря. Любопытно то, что чем больше вы уходите в цифру, тем лучше вы продвигаетесь по вот этой шкале возможностей. Да, и мы говорим здесь о… Да, это очень логично, потому что вы уходите в цифру, однако где у нас здесь прибыль? Чем лучше ваше лидерство, тем лучше происходит трансформация вашей компании, тем, соответственно, лучше будут показатели вашей прибыльности. Конечно, да, если вы цифровой мастер, то здесь у вас все хорошо, 26%, да, это там все работают с маржой в 4%, а у цифровых мастеров 5%, например, это миллиарды долларов. Однако где у нас наши фашинисты, наши любители моды? Они здесь на уровне низкой маржи, да, и, к сожалению, ничего с этим сделать они не могут. Консерваторы, они более прибыльны, да, в общем, они неплохо себя чувствуют в отношении денег, однако с инновациями у них все не очень хорошо. То есть они получают с рынка правильный сигнал, да, что нужно двигаться в этом направлении, пытаются двигаться, однако что-то все равно идет не так, нужно все объединять, да. Это то, как я попытался в одном слайде уместить все то, что я узнал за годы исследований, как это все запустить, что сделать, чтобы оно работало. Я на эту тему написала целую книгу, к сожалению, она еще не переведена на русский, я могу вам дать английский экземпляр. Ну, давайте поговорим о том, что вы можете, собственно, сделать. Ой, извините, я забыл, что у меня здесь даже есть эта картинка. Вы знаете, TBS Банк в Сингапуре, кто-то знает об этом? Вы знаете, довольно любопытный случай, имеет смысл рассмотреть их кейс. TBS был худшим в топ-5 банках Сингапура по уровню, да, качеству обслуживания клиентов. Руководство банка решило как-то это исправить. Первое, что они сделали, вместо того, чтобы говорить, мы станем хорошими, они сказали, а давайте сделаем обслуживание, да, работу с банком веселой. Вы знаете, радость не первая ассоциация у меня, когда я говорю о работе с банками. Первое, что приходит в голову, клиентам приходится ждать. Мы не хотим, чтобы наши клиенты ждали. Они поставили себе задачу сократить миллион часов ожидания своих клиентов в течение нескольких ближайших лет. Каждый раз, когда они понимали, что от какого-то фактора зависит время ожидания клиентов, например, плохо работает мобильная платформа, недостаточно сотрудников, они устраняли эту причину. 250 миллионов часов ожидания за три года было сокращено. И это, в свою очередь, привело к улучшению их операционных способностей и, соответственно, к увеличению их прибыли. Я этот пример постоянно привожу. За счет сокращения времени ожидания они почистили все свои процессы. Они смогли внедрить цифровую идентификацию, они смогли внедрить каких-то роботов и таким образом сэкономили массу средств и увеличили объем своих прибыли. Это не цифровая стратегия была. По сути, они называли ее цифровой стратегией, конечно, но по большому счету речь шла об улучшении их производительности как таковой. И затем уже у нас пошли в ход автоматизационные процессы, роботы и так далее. Они справились, и вы справитесь. Собственно, давайте перейдем к тому, как нам сделать так, чтобы все это работало, как мы проводим трансформацию. Первое правило. Надо, конечно, сделать так, чтобы кликеры работали, если вы делаете презентацию. Затем мы разрабатываем видение того, к чему мы хотим прийти. Как мы создаем другой, новый банк, новую компанию? Не чуть-чуть получше, а совсем другой. Мы хотим, чтобы банкинг был веселым, вызывало людей положительные эмоции. Компания по производителям обуви Nike. Они не хотят, чтобы вы просто купили у них кроссовки. Они хотят стать частью своей жизни. Они колоссальные средства вкладывают в поддержание диалога со своими клиентами о спорте. Они не просто продают вам кроссовки. Они гораздо лучше продают вам этот диалог, чем кроссовки. Они хотят, чтобы ваша жизнь стала лучше. Как это видение может работать на нас? Почему и как мы хотим стать лучше? Вы сформулировали это видение. Представьте, что вы хотите преобразиться из гусеницы в бабочку. Я много общаюсь с компаниями. Они в большинстве своем не хотят становиться красивыми бабочками. Они хотят стать гусеницей, которая просто ползает быстрее. Если вы просто ползаете, а хотите летать, но при этом не пытаетесь встать на ноги, едва ли вы когда-нибудь станете бабочкой. Без понятия того, к чего вы хотите прийти, вы едва ли сможете добиться этого. И имея подобное видение, вы добьетесь большего. Итак, это именно то, что поможет вам понять, как вам следует преобразить свой бизнес и, собственно, обосновать изменения, которые вы внедряете. Следующий пункт – это то, как мы этого добиваемся. Ну вот, например, да, есть люди седые. Есть более седые люди, чем я. Есть люди, более взрослые меня. И люди в определенном возрасте имеют довольно ограниченное представление о том, как функционируют компьютеры. К сожалению, это обратная сторона профессионалов возрасте. У нас иногда бывают неправильные представления о технологиях и о компьютерах. Необходимо их переосмыслить. Действительно ли мы хотим, чтобы все наши клиенты получали компьютеризированные услуги? Нет, они хотят более человечный подход на самом деле. Существует другое заблуждение. Работа в интегрированной компании замедлит нас и предотвратит внедрение инноваций. Это неправда, это миф. Наилучшие примеры финансо-технологических платформ, которые были внедрены компаниями, как раз внедряли инновации поверх своих платформ. Они не боялись этого замедления. Я не говорю, что все должны работать одинаково, по одинаковой схеме, но если у кого-то что-то работает, почему бы вам не сделать это так же? Почему у вас открыто 20 различных аккаунтов на одного и того же клиента в вашей системе? Почему бы вам не подбить всю эту информацию под один аккаунт? Другое заблуждение. Мы уже добились нашего границы автоматизации. Но это ваши техники здесь могут вам помочь. Если ваши компьютеры уже умеют читать, анализировать, писать тексты, здесь нет предела автоматизации. Это не тот мир, в котором я родился. Правый нижний угол, стратегические активы, которые привели нас к успеху в физическом мире, по-прежнему окажутся ценными даже в развитии цифровой технологии. В эпоху мобильных технологий, я думаю, что нам нужно об этом задуматься. Открываются новые офисы новых банков, и они предоставляют уже другие услуги. Новое видение запомнили. Видение у вас есть. Нужно подумать теперь о том, что возможно, и действительно ли это возможно. Попробуйте переоценить свои предыдущие представления о возможности. Третий пункт. Мы говорим о необходимости видения цели, но без людей, к сожалению, добиться мы ничего не сможем. Если люди не будут верить в это видение, в эту цель, все лишь так и останется на бумаге. Мы часто видим примеры, когда руководитель университета, декан, например, говорит, мы хотим внедрить нашу новую философию, приходят. Вот даже у нас в MIT придет ко мне декан и скажет, у меня новое видение, давайте мы стремимся к этому. Если я не понимаю, к чему он идет, я лишь просто молча склоню голову и сделаю вид, что я согласен. Все бывали в такой ситуации. Если представим ситуацию, что руководство говорит, нам нужно сократить 30% наших издержек. Есть три варианта, как сотрудники могут это понять. Первое. Ну что ж, мы будем на 30% дешевле. Второй вариант. Мы будем более современными, более гибкими. И третий. Давайте представим, что мы хотим сделать наш банкинг, наши услуги более веселыми. К какой части вы хотите принадлежать? Если я говорю, давайте мы сделаем наш бизнес более дешевым на треть. Я говорю это моим трим сотрудникам. Все они понимают, одного из трех придется уволить в течение года. Я могу поддержать второе видение. Например, я хочу сделать банк более гибким. Однако банк и банковские услуги более веселыми, но это что-то совсем близкое для меня. Я хочу в этом участвовать. Ну и, конечно, управление. Вы должны все работать сообща. Понятно, у нас есть, что я имею в виду, когда говорю управлением. Я не говорю о насаждении правил, о бюрократических каких-то процедурах. Я говорю о стандартах, которые будут понятны вашим людям. Я говорю о распространении информации, однако никакие из этих стандартов не должны стоять на пути инновации. После того, как вы определились с вашей целью, определились с какими-то стандартами, которые вы придерживаете, теперь вам нужно просто продолжать двигаться вперед. Установите какие-то временные рамки, год, два, четыре. У меня есть одни партнеры, GenPaints в Индии. Они производят краску в различных регионах, штатах Индии и производят свою краску в Индии. И они смогли выйти на 17 государств, 17 стран. Они продают свои лакокрасочные покрытия и делают это довольно успешно. Добились они этого за четыре года, как раз используя эту стратегию. Вот вся вот эта теория гораздо важнее вашей цифровой стратегии. У вас не просто есть цифровая стратегия, у вас есть стратегия предоставления личных персонализированных банковских услуг. Кто-то должен начать работать по этой схеме. Следующий шаг. Не расширяйте горизонты бесконечно. Это такое английское выражение, но понятно, о чем идет речь. Если все кругом используют блокчейн, не значит, совершенно не значит, что вам тоже необходимо внедрять блокчейн. Если где-то используют искусственный интеллект, не значит, что всем повсюду нужно использовать искусственный интеллект. Все должно иметь какой-то смысл, не нужно пытаться выходить за пределы разумного. Вот этот замечательный график меня привлекает именно выбранными определениями. Запуск инноваций. Люди и СМИ становятся очень большими фанатами этих инноваций. Мы видим, достигаем некого пика раздутых ожиданий. Похоже на историю с блокчейном, согласитесь. Затем, ну это все видели, когда такое происходит, вы падаете с этого пика прямо в низину разочарования. Весь мир начинает говорить, о нет, блокчейн полная ерунда, да он не будет никогда работать. Потом мы видим, что люди потихоньку начинают его использовать и потихоньку выходим на оплату производительности. Электронная торговля. Помните, как все произошло? Бум, электронная торговля подскочила. Все говорили, мы будем теперь только торговать онлайн, затем цены упали, все разочаровались. А теперь мы знаем массу компаний, которые торгуют только в интернете. Не нужно особо рассчитывать на успех здесь, не нужно впадать в депрессию внизу. Поэтому ожидайте выхода на плато производительности. Не стоит хвататься за технологию только потому, что это круто и вокруг нее создан какой-то гигантский хайп. Если она действительно работает, возможно, имеет смысл за нее взяться и вложить в нее деньги. Все сейчас переживают относительно судьбы финтек-стартапов. Я понимаю эти переживания. Все главы руководителей финтек-стартапов говорят, что да, я обожаю то, что я делаю, однако я переживаю за количество клиентов, которые ко мне придут. Я бы хотел, чтобы у меня был капитал и средства, которые есть в распоряжении у больших банков, например. Все это очень здорово, но, ребята, а умеете ли вы обращаться с такими колоссальными ресурсами? И для стартапов я вижу действительно замечательные возможности поучиться. Используйте опыт ваших конкурентов, а затем победите их на их же поле. Вы не хотите сразу получить такой же объем и ресурсов, да вы просто с ними не справитесь. Попробуйте масштабировать это чуть-чуть в меньшем масштабе, уменьшить масштаб до... О, божечки, что происходит с кликером? Вы не могли бы, пожалуйста... Привет, привет. Верните меня, пожалуйста, на тот же слайд, где он был. Не говорите мне, что надо начать все заново рассказывать, то, что я тут говорил еще разок, еще, дальше, дальше, дальше. Мотаем, мотаем. Теперь придется роботизировать кликеры повсеместно. Прогрессивная страховка много лет существовала. Они страховали высокорисковых клиентов, но они поняли, действительно ли высокорисковые клиенты, или просто вы неудачник. И оказалось, что больше денег надо брать не здесь, вот здесь, а вон там. Еще другая идея. Лимонад. Венчурные страхователи. Высокомаржинальный бизнес, рисковый, но ради такой маржи можно потерпеть риски. 90 секунд занимает процесс страхования. Выплата за 3 минуты. Все через приложение. Вы думаете, ой, черт, что за глупый бизнес, но они растут нереально быстро. И они подписываются с ключевыми страховщиками для того, чтобы перестраховываться у них. Вы должны быть стартапами, чтобы сделать это. Это просто принятие простых решений относительно риска. Следующая компания, Slice. Они предоставляют страховки людям, которые дают свои квартиры через NBB и похожие сервисы. Например, как страховать квартиру на 3 дня, когда там живут другие люди. Я не хочу страховаться на весь год. Slice может это сделать. Они знают время, они знают ставку. Вообще страхование жесткий рынок, и они предлагают услуги, которых нет у других. Это плохой бизнес, но если вы хотите быть в нем, вы сможете это сделать также. Переосмысление платежей. MPS, PayPal, Alipay. Вам все эти названия известны. Venmo появилась пару лет назад в США. Мои дети сделали это. Это был проект в колледже. Потом появился Zelle. Zelle – это большие банки, которые занимаются тем же самым, чем делали стартапы. Они обеспечивают платежи, но почему люди думают, почему мы должны идти в Морган и Стэнли, если можно сделать платеж через Zelle. Знаете службу Кэббидж? Компания Кэббидж. Кэббидж – это займы для компаний. Очень сложно переоценить и недооценить. Это критование малого бизнеса. Десятки, десятки компаний предлагают такие услуги. Значит, Кэббидж как делает? Значит, шесть минут и все пароли от платежных систем. Мы почитаем все эти данные и будем знать больше от твоей компании, чем ты сам. И, кроме того, огромный процент с тебя возьмем, потому что мы можем делать так, как другие не могут сделать. Я пытался рефинансировать свою ипотеку на дом, и они меня заставили заполнить 20 бумажек разных. Я говорю, почему не могу назвать, просто нажать кнопку и обновить договор. Они говорят, что это слишком сложно. Но я ушел от того банка в результате. Это все реально сделать. Не надо соревноваться с ними, потому что вы можете сделать лучше. Да, вот, собственно, и все. Видимо, как считают наши экраны в зале. Будьте добры, техники, еще разочек нам на нужный слайд. Переместите, пожалуйста. Пожалуйста, сделайте что-нибудь со слайдами. Ребята за пультом. Я, честно, не специально все это делаю. Еще раз? Я не ту кнопку наживаю. Я их обвиняю, а не меня. Нам точно здесь робот нужен. Я надеюсь, что машины без водителей будут работать быстрее. Все говорят, что цифра быстрая, а IT-служба медленная. Поэтому, как правило, выход в цифру осуществляется без IT-департамента. И все цифровые мастеры делают так, чтобы все работало вместе. Очень много у вас, у IT-шников, знаний относительно ваших процессов. И вы просто разделяетесь от них. Иногда появляются новые технологии, новые технологические лидеры. Но зачастую технологии сама становятся быстрее. Технологии, которые знают вас бизнес лучше, чем вы. Есть проблема в этом плане. Без IT-шников не получится выйти в цифру. Лучшая картинка, которую я смог найти для объяснения всей ситуации, вот эта. Так у вас система выглядит в компании, да? Если вы в таком спагетти, очень сложно выбраться, если у вас нет людей, которые не понимают, что происходит. Спагетти, надо, вы должны переделать и спагетти в лазанью, то есть листочки теста, и спагетти в равиоли, аккуратно сложными. Но это занимает и уходит время, и это могут сделать только ваши IT-шники. Последний элемент – это культура. Как лидер компании. Вы должны делать так, чтобы компания мыслила иначе. Потому что ваши работники привыкли делать работу так, как они привыкли. Не всегда клиент в центре внимания. И, знаете, все компании работают хорошо, но лучшие компании работают вот так. Да, это было хорошо, но как мы можем сделать еще лучше? Стимулируйте неудовлетворение. Вы не можете прыгнуть отсюда, вот сюда. Вы прыгаете сюда, а потом толкаетесь вперед. Вы постоянно должны тренировать своих работников быть неудовлетворенными. Постоянно задавайте вопрос, почему вы работаете так, а не так. Как мы можем сделать лучше? Я понимаю, что это было очень быстро. И вот у нас слайд-резюме. Знаете, 7 лет исследований сложно уместить в 20-25 минут. Я готов взять пару вопросов из зала. Или уже в кулуарах тогда пообщаемся. Спасибо. На пару вопросов из аудитории, если можете задать. Вопросы есть в аудитории? Тогда пойду-ка я со сцены прочь. Мы у нас есть вопрос. Смотрю, вопрос есть, да, все-таки? Или нет? Это не вопрос, это просто новый спикер.